Эльвира 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 В 1948 году завершалось строительство филомонического зала по улице Джамбула, 17. И вот по наставительной просьбе трудящихся, шахтеров, железнодорожников, Исполком областного совета народных депутатов принимает решение о передаче здания музыкальной школе. И вот в этом здании конецовалась областная музыкальная школа. В конце 50-х годов Рашидда Абдуловна Муслимова привела трех девочек в музыкальную школу. Их проверили, прослушали, сразу обратили внимание на то, что девочки очень способные. Есть предпосылки к тому, чтобы заниматься музыкой. И Роман Степанович Мазанов сразу же определился в том, что ведь хорошо сделать семейное трио. Одну дочь определили на фото-пиано, другую на скрипку, и одну на велончели, поскольку Роман Степанович был сам, Александр был велончелистом. Вот так в течение многих лет учебы в школе потихонечку они не только учились играть на своих инструментах, которые в свое время они избрали, но и по существу создавалось трио. Ну, я думаю, что в первую очередь надо быть благодарным тем репрессированным музыкантам, которые находились здесь, в Карлаге. Именно они, эти преподаватели, преподаватели Московской, Тбилисской, Львовской, Росковской консерватории, и создавали, собственно, основу высокого исполнительского и бюджетского мастерства в школе. И вот в течение обстоятельств и наличие замечательных девочек, и присутствие Романа Александровича Мазанова, сыграло ту определенную роль, которую сегодня мы уже называем. Это состоявшиеся трио. Когда заболел Роман Александрович, Расуда Абдуловна, и не смог уже предупреждать, Расуда Абдуловна приняла решение, и они переехали в Алмату. Вот. Там девочки учились в школе десятилетки имени Куляш-Байсеитовой. По окончанию ее они поступили в Нотецкую консерваторию. Потом и Московская консерватория была у девочек. И вот в этот период, по окончании, уже по завершении, скажем так, учебы, они стали заниматься ансамблем, совершенствованием. И уже тогда, в Советском Союзе, это было очень признанное трио. А уж позже они заявили себе настолько громогласно, что их признали пятерки лучших фортепианных трио мира. КОНЕЦ В то время Альфия была в составе молодежного оркестра в Москве. И когда этот оркестр гастролировал в Англии, неожиданно для всех провиняла решение и попросила политическое убеждение. Это, конечно, был шок. Понятно, что в то время репрессивно-массивно работало очень здорово. И, конечно, у девочек, оставшихся, то есть и Эльвиры, и Альфии, уже перспективы здесь не было. Они были вынуждены уехать из Алматы. Элеонора уехала в Прибалтику к мужу, и Эльвира в Москву. Только в 89-м году им удалось всем обе уже встретиться. И, как говорит Элеонора, вот именно с 89-го года началось их большое творческое сотрудничество. Триумфальное возвращение у них было в 95-м году, когда их пригласил наш президент, Настанавич Назарбаев. Это было у них, было здесь замечательные гастроли. А когда они были в 2000-м году здесь, они в честь и в память своего замечательного педагога Романа Лисовича, они, в общем-то, выслали сюда деньги, и наш областной уходовский фонд сделал мемориальную доску. Вот, и вот они приехали в честь этого, и в 95-летие своего педагога. И первое их впечатление, когда они зашли в школу, конечно, наши родные стены. Альма-Матер. Мы еще не раз увидим и услышим сестер Накибековых, отдадим должное их исполнительскому мастерству, их духовному богатству, вложенному в мелодию. И всегда будем горды тем, что в мир музыки их вывели наши каргандинские педагоги. Продолжение следует...